Для многих школа это стресс, причем иногда непонятно для кого больше, для детей или для их родителей. Погоня за оценками, изнурительные вечера над домашним заданием и нервы перед окончанием четверти. От всех этих пережитков системы решили избавиться в новой школе, которая открылась в этом году в Иванове. Это частное учебное учреждение, построенное на базе финской системы образования. Основной девиз финской системы – мы готовим детей к жизни, а не к экзаменам, что нам очень близко. Очень нравится, и мы внедряем в образовательный процесс какие-то здоровье-сберегающие технологии, большие перемены. Это возможность побегать, попрыгать. Плюс еще наши придумки с витаминизацией, со здоровым питанием детей в рамках школы. Очень нравится то, что у них безоценочная система обучения. То есть у ребенка есть не пресловутая пятерка, под которую подтягиваются все дети с разным, например, уровнем знаний и разными возможностями, а есть собственная система зачетов. То есть у каждого ребенка свой потолок, он его достигает, соответственно, кому-то даем больше, кому-то меньше. Пока в этой школе всего 42 ученика. Открыт первый, нулевой и так называемый еврокласс. Дети проводят в школе весь день с 9 утра до 7 вечера. После уроков занятия в секциях, английский раз в неделю бассейн. Домашнего задания тоже нет, успевают все выполнить до вечера. Учеников по пятибальной системе не оценивают, мотивируют иначе. Совершенно другая атмосфера, нежели это в образовательных школах. Атмосфера, настрой общий, удивительный коллектив. Программы интересные выбранные, направления вот эта вот финская школа. Все интересно, все вновь. Имея внуков, школьников, уже понимая, что ругать детей это бессмысленно. Это бессмысленно. Обнять лишний раз, приголубить. Школьной формы нет. Это тоже противоречит финской концепции. Развивающуюся личность в рамки не загоняют. Желающих отдать детей в новую школу очень много. В листе ожидания уже 13 человек. И пока руководство не может удовлетворить высокий спрос. Я пришла, поздоровалась, пошла в одевалку, переоделась. Потом мы пошли, мы всей группой, потом пошли в класс. Потом мы пошли на зарядку на третий этаж. Потом мы пошли на завтрак. А потом мы пошли в наш кабинет на занятия. Наталья Петрова социальным бизнесом занимается давно. Сначала открыла сеть детских садов Сёма, сейчас в начальную школу. Уверена, что пойдет и дальше. Спрос на учреждения средней ступени обучения будет выше. Там и трудный возраст подростков, и давление в школе. От учителей и других учеников. Здесь этого стараются избежать. Наталья ставит задачу воспитать как можно больше спокойных и счастливых людей, которые читают книжки и знают, чего хотят в жизни. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.